Слава Нашему Господу! Слава Нашему Господу! Бог сегодня говорил Словом, и обращение было о том, что мы слышим Слово Божие, но как мы его слышим? Я хочу сегодня, время уже позднее, долго не держать Ваше внимание, продолжить тему, которую я говорил в воскресенье. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Коранфянам 2, 3 глава, 17 стих. Мы же все открыты лицом, как в зеркале, взирая на Слову Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. И 4 глава, 6 стих. Потому что Бог, повелевший из тьми восять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас по знаниям славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы призабиточная сила была приписана Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняем, но не стесняем. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гоним, но не оставлены. Мы излагаем, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Пока на этом месте я остановлюсь. Я продолжаю это место и остановился на этом месте. Почему? Потому что здесь написано в Слове Божьем о том, что Господь подчеркнул. Господь есть Дух. Где Дух Господень дал свободу? Мы рассуждали о том, что такое свобода. Почему я зачитал эти слова? Бог сказал, что не всем понятно, как это мы же открыты лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаясь в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Здесь Павел, то есть Господь через него подчеркивает, что потому что Бог, повелевший из сни во сиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас по знанию славы Божьей в лице Иисуса Христа. Потому что Бог, повелевший из сни. Вы знаете, если мы будем делать ударение о покаянии, если бы мы сегодня часто думаем, ну я покаюсь, я оставлю, я смирюсь, я не буду, у вас ничего не получится. Поймите, я в прошлый раз подчеркнул, не пробуйте себя выдавать слезы, не пробуйте себя показать, что вы можете каять, Богу это не нужно. Подойдите к Голгофе, подойдите. Вы знаете, пришел на землю Сын Божий, и он пришел для того, чтобы простить меня и тебя, чтобы очистить, освободить каждого из нас. Он говорит, приходящий ко мне, не изгоню он. Тот, кто приходит к нему своим состоянием, сердцем, болью, криком, тяжестью, радостью, нуждою, он никогда не будет отвергнут Богом. Люди хотят каяться, но они не могут. Люди хотят прийти, изменить свою жизнь, но у них не получается. Почему? Им сначала нужно подойти к Голгофе. Братья и сестры, я не говорю о неверующих людях, я говорю о сидящих в церкви, что много из них потирали радость Духа Святого. И заметьте, почему здесь говорить, чтобы воссиять и с ним воссиять свету. Но мы же крещеные Духом Святым. Павел, о чем ты говоришь? Церковь Коринфян – это самая одаронная церковь Духом Святым. И ты говоришь, чтобы воссиять и с ним в свету. Как в этой церкви может быть тьма? Да. Да. Дари языки. Действия эти ничего не говорят, братья и сестры. Наша жизнь – общение с живым Богом. Сегодня нам нужно иметь личные отношения с Богом. Сегодня было передо мной, братом, почеркнуто о послушании или слушании Слова Божьего. Помните, Бог сказал, однажды сказал Бог, а я дважды слышал. Кто-то сказал, муж Божий. Но Бог через него поговорил сегодня мне, тебе, он говорит. Однажды, а я дважды слышал, что сила у Бога. И говорит, воссиять и с ним в свету, воссиять. Как? Это же люди были крещенные Духом Святым. Это церковь Коринфян, это было одаренные дарами Духа Святого. Но читайте, но дальше. Читайте Коринфян первое и второе послание. Прочитайте внимательно. Это церковь, как никакая другая церковь. Это люди, как никакие другие, которые были одаренные дарами, и какие там были грехи. Почему? Потому что здесь говорит, воссиять. Бог показывает о том, что крещение Духа Святого, сушествие Духа Святого, там, где Дух Господень, там свобода. Там не может быть тьми. Там воссияет свет. Мы, крещенные Духом Святым, мы говорящие на языках, мы сегодня исполняем Духа Святого, но нам иногда, мы так исполняем, не нравится. Проповедь не нравится, откровение не нравится, беседа о грехе не нравится. Почему? Потому что если мы были в его свете, то присутствие Духа Святого и помазание – это радость. Но когда там тьма, и воссияет свет, давайте заменим тему, давайте изменим проповедь, давайте изменим откровение, давайте изменим беседу, давайте что-то другое. Братья и сестры, здесь мы пели псалом о любви. Дух Святой, Дух Божий и Господь – это и есть Бог, есть любовь. Поймите, никогда Сын Божий и никогда Дух Святой не имел Духа наклонности и примирянчества. Никогда. Он прямо и ясно говорит. Вещи называют имена. Заметьте, Павел, как проповедует, он говорит, потому что Бог, повелевший тьми, воссия от свету, озарил наши сердца. Озарил наши сердца, дабы просветить нас, просветить нас познанием. Чего? Познанием, заметьте, познанием славы Божией. Вы можете быть бакалаврами, вы можете быть богословием. Я увидел журнал Викфания, и там Бондару кручает диплом магистра. Мне страшно. Страшно. Христос не был магистром, Павел не был магистром, и Петр не был магистром. Это уже клич, это вызов Богу. Братья и дорогие сестры, до чего? Он говорит, познанием славы Божией. А славы Божией нет. Слава, которая сходит с небес, это слава Божия, чтобы ваши лица отображали славу Божию. Познанием, не знанием, познанием славы Божией. Это велико значение имеет. Дух примиренчества, он для всех любить, всех прощать. Да, Христос сказал, любить, любите врагов ваших. Но он не говорил, заметьте, внимательно читайте, жизнь Иисуса Христа, Павла, Петра, всех, которые стали посланием, они нигде не учат примиряться со грехом. Нигде. Никогда. Если это движение не Божия, не Божия сила, Бог не скажет, что... Любите. Молчите. На Христос и сказал, а смотрите, как Христос проповедил, я не хочу говорить об этом, вы прекрасно знаете, как он называл, и как он говорит. И здесь он говорит, во сиять свету и сни, свету, во сиять. А что, в людей, крещённых Духом Святым, могла быть тьма? Да. И ещё какая? И ещё какая? Прочитайте, не важно, какие там были люди в этой церкви с какими грехами. Эта тьма, кромешная тьма. И они крещённые Духом Святым. Почему? На странице Священного Писания Дух Святой, Господь оставил слово для меня и для тебя. Это путеводитель. Это путеводитель. Это мой и твой путеводитель. Это указатель. И когда люди не подчиняются, игнорируют слово Божьего, они терпят катастрофу и крушению веры. Они не будут иметь твёрдости, они будут твёрдого основания, они будут колебаться. И они будут иметь что в своём сердце недоверие. Вот сегодня я становлюсь на этой как бы ударении, делаю покаяние. Первая, или можно сказать начальная, я бы сказал, ступень Духа Святого, действия в моём сердце, это покаяние. Без Духа Святого я не могу покаяться. Без Духа Святого я не покаюсь. Христос, знаете, как сказал? Если бы я не пришёл на землю и не взял грехи ваши на себя, и не послал Духа Святого, то ваши слёзы на земле были просто вода. Просто вода. Но по через Дух Святой, который умиляет сердце, и когда ты каешься, эта молитва услышана Богом. Но это результат действия Духа Святого, это умилённое сердце, это не плач обиды, а это умилённое сердце, изменённое сердце, разбитое Богом сердце, раскаянное. То у ветхого каменного не стало, оно разбитое, стало те, то сердце исканий живых, оно умиляется, плачет. Это роль Духа Святого, покаяние. Что же это за покаяние, когда любовь, Бог есть любовь, я люблю Его, и Он любит меня, и я не люблю брата, а сестру. Что это за роль Духа Святого? Пребратья и сёстры. Давайте мы задумаемся. Он говорит, и сми восьеят свету. Когда люди во тьме, они не могут каяться. Они могут видеть себя виновными. Они не могут видеть себя, что им нужно умолиться, им нужно признать, что да, я виновен. Они не могут. Им очень трудно. Им, я бы сказал, даже невозможно подойти по тому, что Господь сказал, минуя Голгофу, Дух Святой не может действовать. Если ты хочешь прийти к покаянию, минуя Голгофу, Дух Святой никак не сможет действовать. Но когда ты придешь к Голгофе, и ты увидишь, как Дух Святой, я тебя прошу, открой, воссияй из этой тьмы, в которой я нахожусь, этим светом, чтобы я увидел Голгофу, сыну любви, за меня заплаченный. Тебе не будет времени, видя недостатка Валерии, или Исаака, или Юрии, тебя не будет видеть времени, или тебе не будет времени говорить, обсуждать по телефону, тебе не будет времени сплетничать, тебе будет время каяться. Будет время каяться. Но если тьмы не в его свете, а во тьме, мы знаем всех, только не себя. Я знаю всех, кому нужно в чем каяться, только не себе. Я знаю всей церкви, что нужно делать, чтобы было духовной, только не я. Братья и сестры, это тьма. Это тьма. Это не есть результат Духа Святого, это результат тьмы, что мы вдали от Бога. И он здесь говорит всегда, дальше говорит, что это сокровище мы носим в глины сосудах, чтобы произобедочная сила была приписана Богу, а не нам. Милые братья и сестры, здесь эта церковь, это здесь церковь. Казал Павел, что ты делаешь? Да это же церковь такая духовная, одарена не такой церкви. Ну и ты грубиян. Здесь Бог показывает, Павла не было, как и у Христа, так и у мужей Божьих, нет Духа Примиренчества. Вы хорошенькие, все хорошо, у вас большая церковь, у вас богато дарование. О, вы хорошенькие. Я говорю из Бога, не надо говорить, не надо сузить. Нет, Павел говорит то, что говорит Господь. Павел говорит то, что открыл ему Бог. Он не готовит лекцию безжизненную, чтобы похвалить, что наша церковь хорошенькая и идем в ад. Но она не исполнила Духа Святого. Она не имеет любви. Она во тьме. В церкви шовы моды. В церкви в разрад, беззаконие, мир, осуждение, ненависть, вражда. И мы говорим о духовном. Мы говорим о Духе Святом, о помазании, о благодати. Это Дух Примиренчества. Хочи сестры, покаяние может только дать Дух Святой, когда мы привезем в Голгофе. И результат или действие Духа Святого, когда ты попросишь, чтобы открыл тебе цену твою, мою заплаченную, кто это был там висел, чьи были пробитые руки, и кто сказал, я взял, я взял. То прежде чем ты что-то думаешь сделать или сказать, ты посмотришь, что тот, кто сказал, взял. Взял на себя. На себя взял. Я заплатил уже. Ты говоришь, что ты беспомощный. Ты говоришь, что у тебя не так, как у других. Ты просто не можешь понять, почему все так. Вы знаете, Дух Святой работает еще и так, для нашего покаяния. Я от него не знал, но Господь сказал, что он иногда приезжает или приходит в нас, в наши доми, в наши сердца. И всадник не на белом коне, а на черном коне. О, это страшно. Что ты говоришь, Вася, как в черном коне? Она почитает откровение, кто-таки в саде на черном коне. Это слезы. Это переживания. Это болезнь. Но это просто для того, чтобы коснуться моего сердца. Коснуться моего сердца. Это есть любовь Божья. Благо, что он еще говорит и так с нами. Он выезжает. И куда он выезжает, у нас уже крик. А что это? А мы же не... А я же недостойно. А я же... Я же такого не заслужил. Да за что мне столько гор? Да за что мне столько слез? За что мне столько переживай? Да почему? Да у других ничего. Да не у них хуже меня. А у них все гладко. А у меня одно не выходит, да двое снова приходит. Что это? Бог говорит, он зашел в твой дом, всадник на черном коне. Но это не дьявол. Нет. Бог допустил показать тебе и мне сегодня, что он хочет смирить тебя, показать тебе, что это тоже любовь Божья. Мою гордую вею остановить. Я не мог. Как брат говорит, он Бог говорил, но я не слушал. Двадцать три года говорил, но не слушал. А мне мой пятнадцать, мой тридцать лет уже говорить, и я не слушаю. Я делаю свое, я живу по-своему. Что хочешь, что и делай. Где Дух Господень, там свобода. Братья и сестры, где Дух Святой, то не надо в контроль. Не надо. Мы часто думаем и часто обижаемся и говорим. Мне так давно один из братьев сказал, «О, я подслушал или прослушал один разговор телефон, и случайно. И в эту мерзость ты прослушал. Ты прослушал. А знаешь, почему ты прослушал? Потому что ты хотел знать за этого человека. Да, ты хотел. Милые братья и сестры, но этот человек, он попал в такую обстановку, что он не мог по-другому поступить. Ему стало показано только так правильно. Поймите, о чем я говорю. Поймите, о чем я говорю. Если надо мною я не вижу в своем сердце славы Божией, и я не опробрижаюсь славой Божией, то хоть за мной будет Исаак контролировать, ходить по пятам, пусть наймет дедектива, но этот грех, который у меня сладкий, останется сладким. Он останется. Почему? Потому что я во тьме, и свет в него сияет. А там, где свет Божий, то этот мир, этот грех, там не найдет места. Там свет. Там свет просвещения. Да, братья и сестры. Заметьте, что эта церковь была одарона дарами Духа Святого. Но она была в грехах. О чем это говорит? Не дари, спасают, а Господь, Сын Божий. Имели пророчества, имели откровения, имели видения, но они были во тьме. Были во тьме. Я не говорю, что все, но там Бог обращался к церкви коринфянской. Я говорю, церкви. Бог говорит, что вы, Вася, Галя, Мария, Надя были во свете Божьем, в славе Божьей. В Духе Святом. И тогда тебе не будет надо искать, и не будет искать, а где я получу, поймите меня, правильно говорю, то, что сказал Бог, я передаю. Тебе не нужно искать на Украине и Белоруссии, и на той стороне побережья, искать пророка, что тебе сказано. Во свете, ты во свете, и он тебе. Ты сын, ты дочь, ты говоришь с отцом, отец говорит с тобою. Это библейский промисел, это библейский то, что оставил путь для меня, для тебя Дух Святой. Он сказал, он будет утешать и наставлять. Аминь. Дари это одно, но Дух Святой дан, понимаете, он здесь показано, что церковь имела дари, но была во тьме. Почему? Она не была во свете. А во свете, а то в силе Духа Святого, когда человек приходит во славу Божию, он во свете, он во славе, он исполнен. И тогда любовь изливается Духом Святым. Не тогда, когда мы говорим. Не от того, где мы находимся. Нет. Ты можешь находиться в самой такой церкви, казалось, что тебе, ну, очень там не устраивает. Но, когда я вспоминаю этот псалом, я не знаю, украинский псалом, это святый укуточку дте. И я помню, когда нас провожали, это было в Ровно, там еще были братья, я не один был, это было много, и верующие молодежи, родители провожали. И подошел ко мне один служитель, он отошел в вечность, это покойный Иван Гунтик. Иван Гунтик. Это, в общем, был хороший брат. Мы очень с ним дружили. Он рано ушел в вечность. Он подошел ко мне и сказал, его слезы, глаза были заполнены слезами, «Вас я вижу всех, кто здесь стоять, благословляют, плачет, поддерживает, а ты с отнимым отцом». Он видел, какой отец, в то время был всеверующий отец мой. Он не мог этого делать, молиться, как другие, потому что он знал, что он есть. И он подошел и говорит мне, «Вася, я буду молить за себя. Там, где ты будешь, чтоб был ты светом, какая бы ни была тьма, чтобы эта тьма не затмила тебя. Свет Божьей славы сильнее тьми, дьявол». Я эти слова хорошо запомнил. Дайте, Иисусы, если мы крещенные Духом Святым, то в нашем сердце не может никакой быть мы. Это значит обиды, зависти, осуждения, клеветы и так дальше. Это значит мира не из этого мира. Ничего. Но если мы так крещенные Духом Святым, что нам нравится этот мир, это одеяние, эти друзья, это спиртное, это курил, эти фильмы, эти романы, эти книги, мы не можем отрываться. Мы не можем. А мы не можем сюда уйти времени, а туда нас тянет. Мы в тьме. Мы не во свете. Мы не во свете. Не лгите, не обманывайтесь. Вы не во тьме. Вы не во свете. Там написано, Павел подбуждает, потому Бог, повелевший из них, вот сиять свету. Он должен сиять, не мерцать, не чуть-чуть там, что-то тать, а сиять. Если ты сын, дочь, а мы-то крови со Христа, и в тебе это слава Божия, и он тебе темнел, ты будешь сиять твое лицо, твои глаза, твои уста, твое присутствие, там, где ты в дом зайдешь, это слава Божия сойдет там. Милые братья и сестры, это не ягода, это Слово Божие. И не напрасно, ну что здесь Павел пишет, ну чему он пишет? Для кого он пишет? Потому что Бог, повелевший из милого себя свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас к познанию, нас познанием, познанием славы Божьей. Понимаете? Не к познанию, а к познанию. К познанию – это будущее, а познанием – настоящее и реальное. Это уже есть. Это не ожидать, это есть. Если ты во свете, то ты во славе. Ты не можешь во тьме, ты не можешь любить этот грех, ты не можешь любить этот мир, тем не будет тянуть туда, тем не будет влечь туда, тем не будет приятно это ни читать, ни слушать, ни смотреть, ни говорить. Почему? Потому что здесь свято, здесь слава Божья. Здесь престол славы Божьей, здесь уседает на троне Сын Божий. Это Дух Святой, это Третья Личность. Мы говорим на языках. Какую наглую ложь мы можем говорить, что мы во тьме, родесестры? Это Господь не хочет от нас видеть. Если ты в Духе Святом, то первое тебе будет, что умиление и покаяние. Это роль Духа Святого. И без Духа Святого не плачьте. Без Духа Святого не пробуйте каять, не грешите. Попросите, чтобы его, как Дух Святой, коснулся твоего сердца, чтобы полили слезы раскаяния. Что это? Тогда будете и СМИ просять Свету. Тогда не надо показывать, насколько у тебя заплаканные глаза. Тогда это, слава Божия, будет сиять твои глаз, твое лицо, отображать, что ты преобразился. В тебе не тьма, а свет. А свет. Я помню однажды я в столе человека, это было еще на Украине, на работе, и он знал, что я верующий. И однажды я пришел, ну, всеми люди, переживал, я очень сильно переживал, всю ночь не спал. Казалось, молился, я пришел, глаза, синцы под глазами, лицо мрачное, унылое. И он мне так посмотрел, говорит, ну, я тебя не узнаю. А где ты был? Я, что? Ты что, в ночном баре где-то был? Я, а что же спрашиваешь? Ну, я знаю, те дни, и от сегодня тебе не то. А что случилось? Говорит, а мы знаем, мы уже вас изучили, когда вы с Богом, ваши лица сияют, и вас этот мир не касается. Мы уже проверили, ни одного, говорит, ему обижаешь, на него говоришь, ему даешь больно, ему поработать, делаешь, а он благословляет. А тебя глаза роют унылые, под глазами черное, лицо черное. А что это? Видите, как она видит? Когда мы в славе Божией, когда мимо с тьма, и с мимо сияет свет, там свобода. Там свобода. Милые братья и сестры, если Дух Святой здесь, то свобода. Аминь. От этого мира, от греха, от прелести, от похотей, свобода. Если его там нет, то все приятно. Мы не можем избавиться, потому что там нет Духа Святого. Там языки, но не Дух Святой. Знаете, сестры? Две больших разницы. Мы отовсюду притеснаем, но не стесняем, и в отчаянных обстоятельствах мы не отчаиваемся. Мы гоним, но не оставлены. Мы не злагаем, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашим. Мы отовсюду притесняемы, но не стесняемы. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. О, Павел, а здесь что ты говоришь? Мы отовсюду притесняемы, Павел говорит. По себе. Мы отовсюду притесняемы. Но Павел же не проповедовал в зале какого-то кинотеатра и амфинтератора, а он говорил, церкви. Он говорил, церкви. И он говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стесняемы. Почему? Где Дух Господен, там свобода. Никакая вражда, никакое поношение, никакой неприязнь не может повлиять на радость Духа Святого Павла, который он имеет с Богом. А меня мешает. А здесь острые со мной в порядке. Мое духовное состояние не должное. На меня Валера не подействует. И Валерия состояние на меня никак не подействует. Если я исполню силы Духа Святого, и если я гору огнем Духа этой славы Божией, которую здесь Павел подчеркнул, чтобы, даби просветить нас познанием славы Божьей. Не знанием, познанием, это прибыть в нем. Это ты познал уже. Это ты имеешь уже. Это ты живешь уже. Слава Божьей, ты уже знаешь ее. Ты не перепутаешь ее с каким-то огоньком. Не перепутаешь ее от славы Божьей с каким-то огоньком. Однажды я слышал такое, когда один брат говорит, ой, я вижу видение. А у какой ты видишь видение? А я вижу такой огонек. Я говорю, ну какой огонек? Ну такой огонек, говорит, огонек. И говорит, ну и что? Ну, говорит, мне так стало хорошо, хорошо. Я говорю, ну это ложь. Это огонек дьявола. Если ты видишь огонек, ты видишь не огонек, а огонь славы Божьей, Духа Божьего. Поймите, поддельщик только подделывает это. Где Господь, там слава Божья, там свет, там просвещение, там откровение. Ты видишь огонь, который сошел и сжигает, очищает. Ты видишь славу, ты видишь путь. А огонек, что это означает? Такие братья и сестры, я не буду в славном огоньке. Я хочу сказать, где Дух Господен, там свобода. И знаете, почему Господь и подчеркнул? Чтобы познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Чтобы вы знали. Познание славы Божьей в лице Иисуса Христа это слава Божья. Это превище, чем огонь. Это слава Божья превище, чем какой-то огонь. Это слава Божья, это свет просвещения. Это слава Божья. Нет сильнее огня на земле, чтобы мог так осветить землю, как слава Божья. Если собрать все атомные электростанции и тепловые электростанции и там места и включить один прожектор, они бессильны, чтобы поравняться с славой Божьей. Она сильнее. Вот почему я сказал за огонек, что это ложь. Это поделка. Слава Божья, там, где слава Божья, там нет тьми, там нет греха, там нет обиды, там нет тяжести, там нет умения, там нет неверия, там нет разочарования, там радость, там мир, там свобода. Это слава Божья. Вот почему и Павел говорит познанием славы Божьей, что не надо ее уже изучать. Она изученная, она реальная. Ей не надо исследовать. Она не изучается, она познается. Она пребывает, она наполняет. Ей нужно иметь. Ей нужно входить. И здесь он говорит, мне это всюду притесняемый, но не стесены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. А тебя немножко, немножко не поняли. Тебя сказали, что ты, Валерий, неправильно проповедь сказал, и сделал пропаде ошибку. И у тебя сразу бурная реакция. Кто? Сестра. И он нам не подсказывает о моих недостатках. Это говорит тьма. Это говорит тьма. Это говорит тьма. Не Дух Святой, не свет просвещения. Поймите, это говорит не Дух Святой. Если мне не нравится, если мне не касается Слово Божие, если мне не касается Слово Господнее, я во тьме. Но если я в Духе Святом, однажды сказал Бог, я дважды услышал Слово Бога. Аминь. Этот немощный брат, который может сказать три слова на иных языках, но только на одном лепечищном языке, но он говорит Слово Божие. А это сила для меня, это жизнь. Я думаю, молиться, что Господь благословил, что этот брат говорил не на одном языке, не на одном слове, но было там тьма, как Павел говорит, но это от силы Духа Святого. Мне же много слов, Бог да во тьме, не усилий Божьей. И понимаете, о чем я говорю? Я говорю о Духе Святом, я говорю о покаянии. Что мы должны каяться, прежде задуматься. Мы в славе Божьей, и нам нужно покаяние. Если вы думаете, что мы в Духе Святом, без слави Божьей, и во тьме, ведь каждый день я скажу да, это сказал мне Бог, это сказал мне Бог. Если мы в обиде, если мы не в прощении, если мы не в умолении, если мы не можем иметь, любить друг друга, мы во тьме. Мы не во свете. Мы не во свете. Если ты не можешь оставить этот мир, если не можешь оставить этот грех, он сладкий тебе, он приятен тебе, ты не можешь оставить эту привычку, ты не можешь, ты спешиваешь, что это твой характер, ты не можешь оставить свое жестокое сердце, ты не можешь оставить свою грубость, ты не можешь оставить свое жестокое сердце, ты не можешь оставить свою сладость греху, это тьма. Ты во тьме. Ты должен покаяться, но ты не покаясь. И Бог сказал, скажи это, пусть не плачут. Это слезы, которые не покаяние. Это обман, это лицемерие, это ложь. Я не хочу видеть слезы, которые наиграны, я хочу видеть слезы покаяния. А когда слезы покаяния, тогда ты не останешься в этом состоянии, как он ты есть. Я прошу вас, братья, если вы простите меня, я знаю кто-то Кива, Лера, кто-то Исаак, я знаю, с кем теперь не иметь дело. Это не покаяние, это тьма. Это тьма. Где Господен Дух, там свобода. Где Дух Господен, там свобода. И здесь Павел говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Меня, тебя, если ты во славе Божией, если эта тьма во сияла в твоем сердце, на тебя эта тьма не будет действовать. Потому что свет славы Божией сильнее тьмы. Запомните это. Свет славы Божией, сияние славы Божией сильнее от тьмы. Сильнее. Потому что он поразил дьявола в голову. Он не имеет этот беззаву, это тьма, это лжец, это присиди, это обманщик, это лукавий змей, древний змей. Но слава Божия, это свет, это любовь, это кровь, это смирение, это умоление, это долготерпение. Это Дух Святой. И вот Павел предупреждает Харинфянскую церковь сегодня города Нью-Йорка. Павел предупреждает нас. Где ты, во свете или во тьме? Тебе нужно покаяние. Ты каясь, но ни разу не раскаялся. Потому что ты без духа, если ты хочешь покаяться. Ты подойди к Голгофе, подойди к Христу, расскажи ему свое состояние. Покай, скажи ему правду. Скажи правду. Как сказала та женщина? Да. Она могла сказать, то же самое было бы и права. Я сейчас пойду позову этого шестого. Она могла сказать, вот это мой муж. Но это была бы ложь. Но она сказала, нет у меня. Правда ты сказала, есть? Ведь Бог проверил ее, прежде чем с ней иметь дело. Он ее проверил. Он проверяет тебя и меня. Если думаешь, что Бог хочет тебя и меня взять в дело, Он проверяет меня на честность с Ним. Правду ли я Ему говорю? Правду ли я Ему говорю? Илья закрывает там грехи. Один из братьев сказал, почему ты уклонился от служения? Почему ты не участвуешь в служении? Почему ты ведешь себя пассивно? Ведь было же примирение. Было примирение и покаяние. Но Бог открыл, что это была ложь. Он гордо отставил, что это нет. Это была правда. А вот тогда скажи, покажи по плодам. О, да. Меня много еще осталось обидей. Меня осталось еще много-много не сказал, не высказал того. Но время и настало, я хочу это все сказать. Ого, видишь, какая наглая ложь. Ты примирялся, ты исповедался, ты каялся. Но ты много не сказал. Кто выиграл? Садана. Чью пользу его от твою? Во вред. Твой духовный уровень пошел, да он. Твоя семья, да он. Духовного роста не имеешь. Ни ты, ни семья, ни дети. Потому что ты пастор в домашней церкви. И ты думаешь, кого ты обманул? Церковь, братьев. Лично себя. Ты можешь. Да, я плачу, меня Бог благословляет. Я молюсь. Я у него, это ложь. Я проповедую, меня Бог благословляет, я в воздухе летаю. Такая сила. Это ложь. Это сатанинская сила. Это дьявол. Ты не можешь быть исполнен Духом Святого, если ты носишь сердце на кого-то. Не можешь. Это тьма. Никак не будет вместе свет и тьма. Никак. Никак. Это не суместимо. Вы включите свет, никак тьма не останется, потому что свет включился. Правда? А как же мы умудряемся быть в Духе Святом и во тьме? Ну как это у вас получается? Ну как? И Бог спрашивает, ну как это тут может получиться? И крещенный Духом Святый, и мечтаем церкви, и молюсь, и пою, и ликую, и торжествую, и проповедую, и грех остался сладким. Ну это же абсурд. Ну? Давайте скажем Богу правду, что мы его грехе. Мы не можем. Запомните, Дух Святой – это третий личность Божества. И читайте внимательно деяния апостолов. Там написано, что Господь, Сын Божий, Он что сказал? Он дал повеление. Видите? Он имел право сказать, как Сын Божий. Но Он поставил Дух Святой, показал, что тот, Который готовит церковь. Он никогда не будет идти на примиренчество с грехом. Никогда. Никогда. Мне многие говорили, и это было и в Сакраменто, и говорили, Вася, ну, а подумай, может быть, ты не прав. Ты очень резко выступаешь против харизматов. Ты очень резко ведешь против других динаминаций, которые, ну, как, ишь там, этот, Энкаунтер, там начали мне высказывать. Ну, хорошо, покажите мне. На основании Слова Божьего. Покажите мне. Я буду кориц. Вы хотите, чтобы я имел Дух Примиренчества? Да сохраните меня Господь. Ну, написано, любите врагов. Врагов. Но не обольстителей, которые имеют чуждый огонь. Это либо больших разниц. Враг, он идет лицом, а обольстить идет параллельно, вид Ангела Света. Ави, ну, это же наши братья, это наши сестры, они остаются нашим братом, нашей сестрой, нашими друзьями. Нет, это Дух Примиренчества, и мы стоим соучастниками, и мы не будем иметь духовного роста. Мы тоже с самым чудом огне. Это сказал Бог. Поэтому я сказал, что сохранить Бог, чтобы мне идти, ни Христос не шел, ни Павел, ни Петр, ни имели Дух Примиренчества. Не имели. Это не путь спасения. Нет. Нет. Я не говорю, что мы должны питать вражду до этих людей. Нет. Мы должны молиться о них, чтобы Бог их просветил и спас. Но ты не говоришь, что, допустим, я в главном проведу Сергея, Сергей на меня не обидится. Допустим, Сергей и я вместе трудились, и Сергей пошел в Харизматию. Мы-то друзья, он стал там служителем. Конечно, наши дороги разошлись. Но я не говорю, что он мой враг. Что я должен с ним враждовать. Но я не скажу, что он мой друг. Что он остался моим братом. Он носитель чуждого огня. Он носит большое зло в дело Божие и вред народу Божьему. Он погубил тысячи людей этим чуждым огнем. Как я могу сегодня говорить? Ну, брат хороший, придут пригласить его. Давай посидим, поберем. Ты наш брат, ты наш пастырь, ты наш друг. Давай. Это есть острый. Это большое зло ваше Божие. Дадут примиренчество. Поэтому Павел говорит, что любо сиять и с неба сиять свету. Показать, что это не слава Божия. Это подделка. Это дьявольская подделка. Это дьявольский сирогут, который сегодня он предлагает пить. Вместо благодати Божией. Он предлагает, сколько сегодня город, сколько сегодня слез, сколько сегодня людей погибают из-за этого, сколько сегодня плачут. Проезжают, смотрят, и люди просто в таком состоянии пришли в полное отчаяние, разбитые, кричат. Поймите, Богу не нужно. Бог не смотрит на то, насколько ты высоко прыгаешь, насколько ты долго поешь, как попугай, на это самое слово. Нет. Это не покаяние, это не прославление. Нет. Нет. И не думайте, что люди этого чуждого огня, которые там были, которые там находились, которые носили, попали так хорошо, и они могут сразу быть нас. Нет, дорогие бронюсты. Там должно быть голгофа, там должно быть покаяние, там должно быть освобождение и очищение. Это чуждый огонь. Братья и сестры, поймите, алкоголик, курец, наркоман, покаяться, он придет, он может молиться. Но носите чуждого огня, намного страшны алкоголика. Это чуждый огонь, это дьявольский огонь, который много тысяч людей погубил. И Господь сказал, что эта Пятидесятница Божия сегодня стала очерненно, опачкана именно вот этим пятном этих людей. А за чего? Из-за того, что мы с вами не сияем светом. И мы за это ответим. Мы, я и вы, я буду отвечать, и вы будете отвечать, что мы пока между собой выясняем отношения. И мы крещенные Духом Святым. Братья и сестры, мы во тьме. Мы во тьме. Где Дух Господень, там свобода. Там мир, там единство. Там не ищет своего. Там не ищет своего. Там не смотрит за ухождением своего. Там ищет, чтобы его сдать славу Божию. Это Бог, это Дух Святой. И вот это говорит, мы притесняем, но не стеснены. Павла не притесняли так, что, слухай, Валера, ты там не так слово сказал. Ты там проповедь не так сказал. И уже, Валерий, бурно. Нет, это не притеснение. По сравнению с Павлом, это не притеснение. А вы знаете, какое притеснение было Павла? Ноги в колодке. Забыть у колодки ноги. В цепях, в темнице. Но там воссияла слава Божия. И этот муж Божий, он не имел ни лайсница, он не имел ни бакалавра, ни богослова. Нет, он не имел ничего. Но он имел помазание Духа Святого. Он имел познание славы Божией. И там воссиял свет. Он воспелит Духом. Молясь, воспелит Духом. Так, что в основании темницы похудебалось. Аллилуйя! А это Пинедесятница, это Дух Святой, это свобода Духа Божьего. Аллилуйя! А это Пинедесятница, это Дух Святой, это свобода Духа Божьего. Его притесняют, а его обиды нет Его сила, его помазание, его радость А мне не так сказали, а мне не так посмотрели А на меня не так руку подали, а за меня не так выразились А еще есть такое служение в дьявола, как телефон Ага, там сказали на Валеру Да ты знаешь, Валера, что мне Леня на тебя говорил А так и так говорил, вот тьма, вот тьма Это носители яда дьяволского Служение его Это тьма, это не Дух Святой, братья и сестры Кто занимается этим сегодня, а эти души есть здесь Здесь есть, освободитесь, покайтесь Попросите Духа Святого, чтобы он коснулся сегодня сердца Чтобы не покаяться, а освободиться от этого Освободиться, примиритесь с Богом Он нам вместе право предупредил, примиритесь с Богом Для того, чтобы иметь жизнь вечную Время летит неумолимо Я думаю, что я буду приходить к концу для того, чтобы склонить колени И воздать ему славу, ибо он достоин славы Здесь Павел говорит, мы гониме, но не стесняеме, не излагаеме, но не погибаем Заметьте, мы гониме Я часто вспоминаю, знаете, когда братья достали мне эту книгу на английском языке Помните, там была маленькая брошюрка за 1800 год А то такая большая книга толстая Вот там все его писали, только на английском языке И вот там есть некоторые картинки А некоторые я просил детей почитать, перевести Меня очень интересуют они, друзей И какие они переживали Помните, я говорил даже в тот момент, когда этой сестре А они не только сестре и братьям Делали очень страшные пипки Раскаленным металлом Обжигали язык И закручивали шуруп Для того, чтобы они молчали Но и славу Божию не можно прикрутить И славу Божию не можно прижечь никаким раскаленным металлом Нет, Дух Святой остается силен Там, где Дух Господен, там свобода Там не обиды, там не ропота, там не отчаяния Там нет Но там был Господь И он говорит, мы не излагаем Представьте себе, Павла, скалали А он что, поет? Сила Крянится, основание колебается Почему? Там муж Божий, Сын Божий Во славе Во славе Преобразился А как мы преобразились? Вот о чем я говорил сегодняшняя тема Роль Духа Святого В нашем сердце о покаянии О покаянии Дух Святой на этой земле Для того, чтобы мы могли покаяться Покаяться пред Богом У Голгофского креста Если Дух Святой Если ты не приучишь Духа Святого Не даст возможности Чтобы быть исполнен Духом Святым А покаяться Ты не сможешь быть во свете Никак Ты будешь играть роль Христианина Христианки Крещеный Духом Святым Тьма Потому что у тебя Это и будет качество Находиться И жаль я не могу на всех этих стихах Конкретно остановить Эти два стиха Мы отовсюду притесняемы Или гонимы Очень глубокий смысл Когда Господь показал Я сказал Господи Как мне еще далеко До этого Павла Который здесь говорит Эти слова Что мы отовсюду притесняемы Ни в одном месте Ни в одной церкви Отовсюду Это от близких От друзей От родных От церквей Я боролся со зверями А что ты Павел Тайге был Я говорю Павел Ты был в Тайге Да нет Братья мои Стали зверями Они были И крещеные Духом Святым Тоже Видите что делает тьма Помню Никогда не идти на компромисс С грехом Никогда не покрывай грех То есть не говори А ты знаешь что тут Братья Лучше не трогай Лучше как-то легонько Обойди Лучше заукругли Что и прямо не сказать Что бы не обидел Это большой грех Это лицемерие Это покровительство Да Я знаю что он Харизматий Но я говорю Ты мой друг Ты остой с моим братом Я должен ему молиться Я прошу тебя Я молюсь Я должен ему говорить Но я не могу быть с тобой Я не могу Тебя пригласить Я даже не могу быть За одним столом с тобой Почему? Потому что Раскаивающий алкоголь Он приходит Он покаялся Но ты носитель Чуждого огня Огня дьявола Я буду есть с тобой За одним столом На трапезе Это я с тобой един Я един Я в духе Примиряйте А дух примиряйте Это сатана Запомните это Это не дух святой Всегда Носим В теле Мертвость Господа Иисуса Чтобы жизнь Иисуса Открылась В теле Нашим Всегда Носим У него В день Прощения Всегда Носим В теле Мертвость Господа Иисуса Что это? Знаете Что такое мертвость Господа Иисуса? Ему пребывают ноги А он не поносит Руки Он не поносит Его бичуют Ни слова Его распинают И он говорит Очень просим Ибо не знает Что делает Видите? Что такое мертвость? Он пришел К мне С мира И что? Он мне не нашел Ничего своего Почему? Он был мертвым Для этого мира Мертвым Для этого мира А я А здесь Поговорить Всегда Носим Церковь Коринфянская Церковь Виадронная Вас нет Церкви Нет Это Ни одного Который Не было Дара Который Написывает Слово Божье Во все Нарывания Но Бог Открыл Что вы Не носите Мертвость Иисуса Христа Вы живы Для этого мира Для похотей Для греха Для блуда Для развата Который был там Для обиды Для осуждения Для клеветы Для поношения Для гонения Вы имеете Это Вы не мертвы Вы не носите Мертвости Но вы говорите Вы же обмануты Это был крик Это был вызов Ну что вы видите Видение В вас пророчество Но вы Во тьме Подумайте Кто Открывает Кто Обращает Кто Подделку Делает Кто Если ты Не оставил Грех Если ты Любишь Грех Бог Не может Тобой Говорить Открывать Через себя Сосуд Божий Это чистый Это непорочный Не может Течь Горькая Сладкая Вода Не может Поношение Не может Обида Не может От души Осуждение И не может Идти Слово Божие Не может Не может Братья и сестры Так написано Не я говорил Это Слово Божие Не может Я предупреждаю Потому что Бог сказал Предупреди Что сна идет Параллельно Мы должны стоять В чистоте и святости Вообще не Богу Игон говорит Всегда Носим телемертвость Господа Чтобы жизнь Иисуса Открылась В нашем теле В теле нашем Ибо мы живее Непрестанно Придаемся На смерть Ради Иисуса Чтобы жизнь Иисуса Открылась В смертной Плоте Нашей Видите Мы живее Мы живее Но Придаемся На смерть Когда Когда ты Подходишь К Голгофе Когда смотришь На этой Голгофе О Дух Святой Я хотел бы Сегодня Чтобы вы сидели На своей скамейке Сегодня Внутренне Вы звали К Богу Ваши сердца Открыли И именно Сокрушилось Ваше сердце Сказать Дух Святой Действуем В сердце Я хочу Сегодня Увидеть Реально Голгофу Как ты Заплатил За меня Как ты Заплатил За меня Как ты Полюбил Меня За что За что Ты отдал Свои руки Поднимал Свои руки И ноги Сказать увидит сыну, да, и когда ты увидишь это, ты не сможешь не плакать, твое сердце не может остаться незакрушенным, ты будешь сегодня каяться, говорю, отче, помилуй меня, сколько раз я распинал тебя своей жизнью, своими глазами, своими снями, своими действиями, сколько раз я поступал своим разговором, распинал тебя с женою, с детьми, с мужем, с братом, с сестрою, сколько раз я распинал своих поступков, своим действием, сколько раз я Я распинал тебя, делал больно, когда себя учили виденно. Сколько раз я распинал тебя, когда я ишел в дружбу с миром, когда я ишел делать грех, когда был курь его, когда был вино, когда я ишел, брал эту книгу разврата. Не имеет значения. Я распинал тебя, Отче, простите мне, Дух Святой. Открой это Господи в колени и будем молиться. Аминь. Исполни, дайте молитву и слава покаяния. Сегодня сказать им правду. Отец, что меня нуждают, что тяготит меня, что удручает меня, что тянет меня, что не приближает тебя, но не дает Господь подойти к тебе. Освободи. Достоин ты славы, чести и поклонения. Достоин ты славы. Отец, я прошу тебя, сегодня ты вежди с моими братьями и сестерами, которые стоят при лицах твоим, которые, Господи, касаются шты, и Духов Святым. Отец, и ты видишь те сердца, которые еще тьма не отступила. Отец, освободи, очисти. Я очень прошу тебя, постучись, как мы сегодня слышали, этим нежным стуком, чтобы услышать твой голос. Когда ты говоришь, 23 года они не слышали. Боже, ты уже многие годы говоришь с кем-то, с каждым из нас, и мы не слышим. Мы слышим, что происходит в мире, мы слышим то, что о нас говорят. Мы слышим то, что где говорится, но только не слышим то, что ты говоришь моему сердцу. Прости, Отец, проси. Отец, просвети светом Своим, да и просветил, Господи, славой Своей. Эта слава Твоя отобразилась во мне. Боже мой, чтобы сегодня смотреть на Тебя и радоваться, что то, что сегодня, Господи, я с Тобою, и Ты со мною, и ожидая Твоего скорого пришествия, Ты скоро грядешь. И сегодня дьявол в сильной ярости, он сегодня напал этим духом обольщения, лжеучений, разных лжеучений, чуждого огня. Ввести церковь в народ Твой вдаль от Тебя. Боже, я прошу Тебя, сохрани, защити. Господи, кто попал под этот чуждый огонь, освободи. Освободи, Дух Святой. Я прошу Тебя, кто сегодня, Господь, есть на этом месте, кто сегодня не переживает этой присутствия Духа Святого, это означает, что во тьме Дух Святой сегодня косвисты, чтобы сегодня увидел Голгофу и прийти к себе с покаянием. Я знаю, без Тебя, Дух Святой, я не смогу покаяться, я не смогу раскаяться. Без Тебя только буду видеть кто-то виновен, что я не могу получить благословение, кто-то мешает мне, но не я виновен. Отче, освободи эти души, освободи эти сердца, освободи эти души, сегодня на этом месте Ты живой, Ты, Реанин, Ты освобождающий, Ты сегодня стучишь, ты мне говоришь, кто жаждет, иди ко мне и пей. У Духа Святого Писания из чрева потекут, и реки воды живой, аминь. Аллилуйя. Это результат по Его благословения, когда мы подойдем и скажем тебе, не тогда, когда мы промолчим. Нам не будет мучительно стоять на коленях, нам не будет тяжело стоять, ожидая, когда закончится эта молитва. Отец, когда тьма, там тяжело, там тяжело, там невозможно, но тогда слава, когда предупреждение, когда слава Твоя, там мир, там счастье, там небо, не можно оторваться. Отец, благослови, я прошу Тебя, храни от чуждого огня поддельного огня, храни, Отец, церковь Твоей миротвой. Отец, я прошу Тебя, благослови, благослови Твоей миротвой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова